Развитие фундаментальной науки и максимально оперативное внедрение разработок в производство. Такие задачи стоят сегодня перед новым объединенным университетом на базе СГАУ и САМГУ. На встрече со студентами и преподавателями высшей школы губернатор отметил, работы предстоит много, но и молодым талантам государство готово предоставить максимально комфортные условия. Евгений Долгих расскажет подробнее. В студенческих и преподавательских коллективах уже фактически единого вуза в эти дни говорят о задачах. А они поставлены губернатором, вернуть утраченные позиции в науке и предложить миру новые разработки. Для наших именно коллективов этот год, когда мы создаем, наверное, уникальную для не только Самары, но и для России возможность дальнейшего развития науки, образования, инноваций, производства. И для этого у нас есть не только поддержка Минобранауки России, не только поддержка губернатора нашего и правительства Самарской области, но и перспективные планы, такие амбициозные, которых ни в одном регионе нет. Глава региона отметил, в современном мире развернулась ожесточенная конкуренция за умы и технологии, потому условия обучения в новом университете будут отвечать мировым стандартам. Лучших уже поддерживают. 17 студентов аэрокосмического и классического университетов стали губернскими стипендиатами. Среди них филологи и социологи, химики и физики, конструкторы. Все они авторы актуальных научных исследований и, главное, проектов, которые уже постепенно внедряются в производство. Мы предлагаем низкоорбитальную космическую платформу с длительным сроком активного существования. Она будет решать вопросы как военной отрасли, так и гражданской, то есть применительно и к научным, и народно-хозяйственным задачам. Студенты СГАО внесли свои вклады в строительство космодрома «Восточный». Четыре месяца самарский стройотряд провел в далекой Амурской области. Я в знак признательности позвольте вам вручить подарки от самарских студентов и от нашего студенческого строительного отряда позвольте вам вручить бойцовку нашу, строитрядовскую куртку, которая побывала на космодром «Восточном» и она у вас в руках. Новые самолеты, ракетостроение, спутники, оборонная промышленность. Таких объемов госзаказа, предприятия, где будут работать сегодняшние первокурсники, авиационно-космическая отрасль не знала даже в советское время. Очень большие надежды возлагаются на вас, на коллективы, на студентов. И мы понимаем, что вместе нам придется с вами пройти очень непростой путь. Но я уверен, что мы его пройдем. Успехов нам всем! Обсудили на встрече и предстоящие выборы. Губернатор подчеркнул, противниками позитивных перемен вложены немалые деньги в очернение действующей власти. Используются самые грязные технологии. В этой ситуации важна высокая явка в день голосования. Надо просто, чтобы люди научились формировать свою местную власть. Она самая близкая и самая родная. Пусть у нас тоже так же станет для людей, вот люди, которые работают повседневно по месту жительства, они нам станут и близкими, и родными. И мы каждое утро можем выйти во двор и на улицу и сказать им спасибо. Старт новой истории Самары области может быть дан уже в это воскресенье, 13 сентября. Евгений Долгих, Александр Каракулько. Новости губернии. Новости губернии. Новости губернии.